Глава 33 Пьер проснулся 3 сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал, не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего-то постыдного, совершенного накануне. Это постыдно и был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем. Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день. «Уж не опоздал я, — подумал Пьер. Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать. Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом не в руке же по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разрежен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно кинжал», — сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собой, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его. Пьер поспешно взял купленный им у сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет. Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу. Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время каретный ряд, замоскворечье, гостиный двор, поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на поварскую и оттуда на Арбат к Николе Явленому, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни, улицы и переулки были пустынны, в воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те, и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного, мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно и любопытно смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что-то непонимавшим им русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по-французски. Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой стоявшего зеленого ящика, и Пьер только на повторный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что-то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь наученный опытом прошлой ночи как-нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместия через Арбат в Кремль. И теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете Кремлевского дворца и отдавал подробные обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были быть приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого. Он весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное. Не по трудностям, но по несвойственности дела своей природой. Он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и вследствие того потеряет уважение к себе. Он, хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на поварскую. По мере того, как Пьер приближался к поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языки из-за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что-то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному мосту, примыкавшему одной стороной к поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову. В стороне от тропинки на засохшей пыльной траве были свалены кучей домашние пожитки, пилины, самовары, образа и сундуки. На земле подлей сундуков сидела немолодая худая женщина с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салок и чепчик. Женщина эта, качаясь и переговаривая что-то, надрываясь, плакала. Две девочки от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик лет семи, и в чуйке, и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи-няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий, сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из-под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из-под них какие-то одеяния. Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его. — Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик, кто-нибудь помогите! — выговаривала она сквозь рыдание. — Девочку, дочь, дочь мою меньшую оставили, сгорела! О, для тебя я тебя велел! О! О, Марья Николаевна! Тихим голосом обратился муж к жене, очевидно для того, только чтобы оправдаться перед посторонним человеком. Должно, сестрица унесла, а то больше где ж быть? — прибавил он. — Истукан! Злодей! — злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. — Сердцев тебе нет, свое детище не жалеешь, другой бы из огня достал. А это истукан, она не человек, не отец! — Вы, благородный человек! — с короговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. Загорелась рядом, бросила к нам. Девка закричала, горит! Бросились собирать, в чем были, в том и выскочили. Вот что захватили! Божье благословение да преданную постель, а то все пропало, хватит детей, Катечки нет, о господи ее! И опять она зарыдала. Дитятка мое милое, сгорела, сгорела! — Да где, где же она осталась? — сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей. — Батюшка, отец! — закричала она, хватая его за ноги. — Благодетель, хоть сердце мое успокой! — Аниска, иди, мерзкое, проводи! — крикнула она девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы. — Проводи, проводи, я, я, сделаю я! — запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер. Грязная девка вышла из-за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморка. Он выше поднял голову, глаза ему засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на поварскую. Вся улица была застла на тучи черного дыма. Языки пламени кое-где вырывались из-под этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что-то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал, но французские солдаты остановили его. — Тут не проходят! — крикнул ему голос. — Сюда, дяденька, — проговорила девка. — Мы переулком через Никульных пройдем. Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нее. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула напротив ворота. — Вот тут, сейчас! — сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из-под отверстий окон и из-под крыши. Когда Пьер вошел в калитку, его отдало с жаром, и он невольно остановился. — Который? Который ваш дом? — спросил он. — Ох! — завыла девка, указывая на флигель. — Он сам и она сам и наш фатер была! Сгорело сокровище ты мое, Катечка! Барышня моя ненаглядная! Ох! — завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства. Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольно описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны, с крышей, и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что-то, но увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили. Но ему некогда было останавливаться на этой мысли. Звук треска и гула заваливающихся стены потолков, свисты и шипения пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блесками искр, и где сплошного, снобовидного красного, где чешуйчато золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жары и дыма, и быстроты движений произвели на Пьера свое обычное, возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера потому, что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обижал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего-то тяжелого, упавшего подле него. Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими-то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику. «Этому что еще надо?» крикнул один из французов на Пьера. «Ребенок в этом доме! Не видали ли вы ребенка?» сказал Пьер. «Этот что еще толкует? Убирайся к черту!» послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, что Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него. «Ребенок!» закричал сверху француз. «Я слышал, что-то пищало в саду. Может быть, это его ребенок? Что ж надо по-человечески? Мы все люди!» «Где он? Где он?» спрашивал Пьер. «Сюда! Сюда!» кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. «Погодите! Я сейчас сойду!» И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким-то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад. «Эй, вы! Живее!» крикнул он своим товарищем. «Припекать начинает!» Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице. «Вот ваш ребенок!» «Да, девочка, тем лучше!» Сказал француз. «До свидания, толстяк!» «Что ж, надо по-человечески!» «Все люди!» И француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам. Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно-болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка, закричала и просилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки. Она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и годливости, подобное тому, которую он испытывал при прикосновении к какому-нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой. Девки-аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее, страдальчески всхлипывавшую мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода. Субтитры создавал DimaTorzok